Воскресное утро. Шестой избирательный участок. Выборы депутатов в Маслехат-Астаны по избирательному округу номер 2. Уже в 9 утра фиксируются первые нарушения. Вот эта женщина, представившаяся учителем одной из столичных школ, призналась наблюдателем, что не прописано по данному избирательному участку. Это означает, что она не имела права голосовать. Поэтому просто я хотела уточнить, с какого участка. Сейчас я спрошу, я не знаю, мне сказали, что в России. Ну, здесь акт, мы хотим... Председателю избирательного участка Айман Дюсенову факт нарушения как-то мало волнует. Она встревожена появлением съемочной группы и все время с кем-то созванивается. Затем пытается удалить журналистов, при этом не может сослаться на закон, который запрещает снимать выборы на видео. Опять нарушение. Вы не имеете права заходить на участок? В смысле не имеете? Вы не имеете заходить на участок? Каким документом вы руководствуете? Ну, каким документом? Имеет пресса заходить на участок, фотографировать право? Вы что сами, как председатель, не можете сослаться на какую статью? Я знаю, ну вы там. На какую статью вы не можете... А вы почему здесь фотографируете? От кого? Пресса вообще от кого? На какой пункт закона о выборах и консистенции... Так, у вас идет панорама? Вы на что ссылаетесь сейчас, когда запрещаете? Ну, потому что вы ходите и все снимаете. А что такое? Вы мешаете просто-напросто. А, мешаете? Конечно, мешаете. То есть это не нарушение? Не нарушение, но вы мешаете. Это не нарушение, но зато вы мешаете голосовать людям. Потому что вы их снимаете. Кому-то это не нравится. Айманда Фагальдина, вы не волнуйтесь, мы не собираемся ничего портить. Я не рада себя, я не рада себя. Просто делаем свою работу. Хорошо. Из четырех кандидатов двое чисто формальные. Реальная борьба только между бизнесменом Распеком Умурзаковым и кандидатом от партии власти, педагогом Заурежу Суповой. Неудивительно, что большинство избирателей оказались из числа учителей. Идет массовый поток учителей с разных школ. Я могу сказать, что 61-я точно, 59-я точно. Они приезжают. Я на третьей школе, это восьмой участок округа номер 2, убедился, когда люди в камеру, там наблюдатели снимали, говорили, нам сказали сюда прийти и проголосовать. Кто им сказал это, неведомо. Но мы в кавычках понимаем по текстам, кто это говорит. А это уже седьмой избирательный участок. Голосование проходит в театре. Каждый здесь играет свою роль. Особо усердствует председатель участка Айдарбек Мендебаев. Он препятствует работе наблюдателей. Последние говорят о многочисленных нарушениях. Председатель считает, что это провокация. Мы вам предъявили акт, где 17-летний парень, 16-17 лет проголосовали. Вам предъявили акт. Правильно? Ну, я считаю, это не нарушение было. Это была провокация и ошибка комиссии. Провокация со стороны кого? Я не знаю, со стороны кого. Я сразу покажу, это бумажка адресов, чтобы потом не было... Нет, вот здесь вот написано, откуда это. Вы, можно не трогать мои бумаги? Вот, понимаете, здесь адреса. Очень много нарушений идет по тому, что здесь людей таковых в списке нету. Но они здесь голосуют. Потом, в начале голосования, человек пришел, и один человек, по закону, один человек, одна бюллетень, правильно? Один человек проголосовал по двум бюллетням. Это еще не конец. Человек пришел, ему 16 лет, прописан он вообще не по этому участку. Вы все это зафиксировали? Да. Человек просто ему 16 лет, он проголосовал. Ему нету 18 лет, но он проголосовал за кандидата. То есть, таковые нарушения они не решают. То есть, они говорят, сделаешь замечание. Потом, после этого, мы хотим, так как мы наблюдатели, хотим сделать наблюдение, подойти и хотя бы слушать. Такового просто, такого свободы нам не дают. То есть, по закону, статья 20. А вот это количество людей, чем вы объясните? Это нормально, когда вот в выходной день, в 10 часов утра, вы видите здесь толпу? Это что, нормально? Вот, я об этом говорю, то, что люди, которые совсем не прописаны по этому адресу, они приходят. И самое интересное, они толпами стоят на улице. Голосующих учителей контролируют вот из этого автомобиля. За рулем та самая женщина, которая накануне выборов, собственноручно срывала агитпродукцию независимого кандидата. Зачистку неугодных кандидатов случайно зафиксировал местный правозащитник. Нурутановцы срывают кандидатов, наших кандидатов. Долой, Нурутан! Долой, Нурутан! Долой, Нурутан! Спустя всего час после начала голосования наблюдатели уже резюмируют. Итоги этих выборов можно считать недействительными. Они уже подали иски по фактам нарушений в суд. Можно смело заявлять о том, что выборы, если было при правильном судебном рассмотрении и подходу к этим заявлениям, которые мы напишем, выборы по данному округу нужно считать недействительными и назначать повторное голосование. Мы будем этого требовать. К вечеру стало известно, что победила кандидата от президентской партии Заурежу Супова. Система в очередной раз продемонстрировала, что не намерена меняться. Само собой, подобные выборы не прибавят гражданам доверия к власти Назарбаева. Ни о каком соблюдении выборного законодательства и уж тем более участии простых граждан в управлении государством говорить не приходится. Продолжение следует...